Спортивные школы города готовятся вновь принять учащихся. Напомню, с марта спортсменам приходилось тренироваться дистанционно через онлайн-связь. Но уже совсем скоро двери спортивных школ распахнутся для всех желающих. Так, в Олимпийском сейчас идет ежегодный косметический ремонт перед началом нового учебного года. Когда юным спортсменам дадут зеленый свет на тренировки в помещениях и как проходит подготовка к приемке спортшкол, расскажем далее. Сейчас в спортивной школе Олимпийской идут последние приготовления к началу нового учебного сезона. Рабочие приводят в порядок внешний вид здания, шпаклюют и красят стены. Также проверяют надежность спортивного снаряжения. Мы уже получили паспорт готовности к отопительному сезону. Объект спортивный готов где-то на 85 процентов. Вот сейчас доводим, готовим к приемке. Остались там косметические у нас вопросы. За время четырехмесячного простоя успели помыть татами в зале для дзюдо и заменить 20 метров пожарного гидранта. Кроме того, отреставрировали бассейн. Большая была работа проделана. Плиткин старый в бассейнах, малый в большой чаше. То есть мы какие-то меняли, какие-то просто защищали, так как они откалываются, острые концы у них, то есть режутся дети. Сейчас в бассейне проходят занятия. Разрешается заниматься ребятам, у кого первый разряд и выше. Осенью они отправятся защищать честь своей спортшколы на Кубке Республики. Маски в помещении по-прежнему необходимы. Маски внизу. Мы должны с масками, с перчатками проходим. Вот тренера маски в перчатках работают. Спортсмены выходят на дорожки. У нас, ну видите, сами мало народу, как полагается. А скоро двери Олимпийского откроются для всех. Министр спорта Татарстана сегодня подписала возобновление тренировок в школах с соблюдением санитарных мер. Сейчас спортшколы ждут указания от городских властей. Эльмира Гаинудинова, Алина Мефтахова, Дмитрий Кравченко, Челны24.